Жители Абхазии в воскресенье досрочно выбирают нового президента, отколовшийся от Грузии непризнанной республики. На пост претендуют четыре кандидата с почти одинаковыми предвыборными программами. Оппоненты подписали так называемый договор об общественном согласии, касающийся будущей политики Абхазии в сфере национального суверенитета, государственного управления и экономики. Разница предвыборных речей лишь в оттенках. Так, Рауль Хаджимба, бывший вице-президент, который уже принимал участие в президентских выборах 2004 года, но проиграл, несмотря на поддержку Кремля, выступает за усиление роли парламента и баланс ветвей власти. Сторонник предыдущего президента, ушедшего в отставку под давлением протестов Александра Анкваба, и фаворит российских бизнесменов, заинтересованных в регионе, Аслан Бжани, призывает к диалогу со всеми политическими партиями. Оба в прошлом служили в КГБ, из лагеря силовиков и остальные кандидаты. Мираб Кишмария служил в советской армии, участвовал в войне в Афганистане и в войне за независимость от Грузии, в 2007-м занял пост министра обороны Абхазии. Леонид Забша делал карьеру в Министерстве внутренних дел, но в 2011-м был вынужден уйти из ведомства после скандала с распространением поддельных паспортов. Несмотря на небогатый выбор кандидатов, абхазские избиратели все равно ждут перемен к лучшему, хотя и признаются, что еще не определились, за кого будут голосовать. «Очень хочу, что наша страна как-нибудь поднялась и достигла такой уровня, хотя бы, который у нас было. Уважение, любви было, у нас все было. А выбор решим? Уже в кабине решится. Я думаю, за кого как не знаю». Но кто бы не набрал большинство голосов в воскресенье, ориентация Абхазии на Москву останется неизменной. Республика зависит от ее кредитов и политической поддержки. Россия стала первой страной, признавшей государственность Абхазии и Южной Осетии после их одностороннего объявления о независимости от Грузии в 2008 году.